МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ 15.30 в Новосибирске области в прямом эфире телеканала ОТС. Новости дня. В студии для вас работает Екатерина Тихомирова. Здравствуйте. Спасли жизнь водителю скорой. Сегодня в Ленинском районе Новосибирска машина не от ложки врезалась в крыльцо жилого дома. Оказывать медицинскую помощь пришлось водителю и фельдшеру, которые в момент аварии находились в кабине. Удар был такой силы, что скорая взлетела на 4 ступени вверх. Судя по следам на асфальте, машину сначала занесло на тротуар и по инерции протащило еще на 20 метров. Очевидцы утверждают, водителю стало плохо, и он вывернул руль вправо, чтобы избежать выезда на встречную полосу. Среди прохожих по счастливой случайности оказался врач, который смог оперативно оказать первую помощь пострадавшим. Я сам доктор. Я понял, что с водителем случилось что-то непонятное. Подскакиваем, смотрим, он завалился на своего фельдшера. Фельдшер вызывает следующую свою скорую. Она приезжает через 5 минут. Мы его вытаскиваем. Предположительно, я ставлю диагноз либо микроинсульт, либо приходящее нарушение мозгового кровообращения. Мы его погрузили на носилки, на скорую, и они уехали. Сегодня в столице региона почтили память одного из руководителей восстания в Бухенвальде. 11 апреля 1945 года, когда к концентрационному лагерю приблизились американские войска, заключенные подняли бунт, сумели перехватить контроль над Бухенвальдом у соединения СС. В память об этом событии был учрежден Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. И сегодня к могиле сибирского героя Николая Симакова свидетели тех страшных событий возложили цветы. Я передаю слово моему коллеге Сергею Толмачеву. Он находится на Изовельцовском кладбище. Сергей, добрый день. Катерина, сегодня в Новосибирске отдают дань памяти одному из организаторов восстания в лагере Бухенвальд, Николаю Симакову. Вот это его могила, сюда сегодня возложили цветы, был почетный караул. И мы пообщались с живыми участниками тех событий 70-летней давности, а именно 11 апреля 45-го года в лагере Бухенвальд вспыхнуло восстание. Так вот, они нам рассказали просто удивительные факты. Например, я узнал, что подготавливать это восстание помогали в том числе и солдаты вермахта, то есть те, которые охраняли узников. И вот с помощью, и в том числе солдат вермахта, с помощью немецкой коммунистической партии в лагерь было завезено оружие. Несколько сот карабинов за несколько месяцев было завезено в Бухенвальд. И вот с помощью этого оружия узникам удалось вырваться на волю. Сегодня в союзе малолетних узников концлагерей Новосибирской области осталось всего 200 человек. Еще 10 лет назад их было 350. Люди, к сожалению, уходят в возраст. Вот за прошлый год похоронили 16 бывших узников концлагерей. Сегодня у них такая памятная дата, потому что, я повторюсь, 70 лет назад освободили Бухенвальд. И эта дата отмечается во всем мире. Но вот все подробности того, как живут эти люди и о подвиге нашего земляка, который организовал восстание Бухенвальда, я расскажу уже в вечернем выпуске новостей. Екатерина. Спасибо, Сергей. Продолжаем выпуск. Как улучшить систему жилищно-коммунального хозяйства с помощью частного бизнеса? Ответ на этот вопрос сегодня ищут на специальном правительственном совещании в Рязани. Помимо представителей органов федеральной исполнительной власти, в обсуждении принимают участие и главы регионов, в их числе Владимир Городецкий. Среди ключевых тем совещания – развитие концессии в ЖКХ. Иными словами, привлечение частных инвестиций. Такую схему применяют в управлении водоснабжением и теплосетями. В Новосибирской области этот принцип уже взяли на вооружение. Например, сейчас ищут инвесторов для коммунальной системы Берска. Сносить нельзя, ремонтировать. В Куйбышеве жители одного из многоквартирных домов не могут найти общий язык с городскими властями. Люди говорят, капитальный ремонт не поможет. Чиновники уверяют в обратном. Оксана Тимошенко с подробностями. Летом у нас здесь нет вот этой площадки, детям играть негде. У нас здесь все затоплено фекалиями, которые выходят из подвала. У нас прямо ручей здесь, все здесь прям нужно. Проблемы жильцы пытаются решить не первый год. Говорят, начались они после того, как дом передали на баланс городской администрации. Двухэтажная кирпичная постройка возводилась почти полвека назад, как общежитие одного из предприятий. В те времена постоянно делали текущий ремонт, следили за состоянием канализации. Сегодня людям даже в туалет сходить некуда. Все сыпется, все валится. Как жить? Туалеты не работают. Ходим, как говорится, на ведро, выносим вот на помойку. Убирали раньше туалеты. Лично я убирала женские туалеты, мыла все там. А сейчас мне страшно тоже заходить, потому что все сыпется. Вот труба недавно упала там. В туалет не то, что ходить, заглядывать страшно. Но у городских чиновников на этот счет свое видение. Здесь такой ситуации, угрожающей жизни и здоровью населения нет. Жильцы не согласны. Изначально по проекту в доме не было ни туалетов, ни душевых. Их оборудовали всего несколько лет назад. Сейчас из-за постоянной сырости в них осыпалась штукатурка, а кирпичи насквозь пропитаны влагой. На первом этаже, где женщина живет, у нее ребенок, у нее комната заросла черным грибком, у детей астма. Канализации, как таковой, в общежитии нет. Все, что жильцы сливают в некогда канализационные трубы, уходит в подвал. Чтобы остановить дальнейшее разрушение дома, управляющая компания вынуждена закрыть санитарные комнаты. Большего коммунальщики сделать не в силах. Текущее содержание мы собираем при начислении ежемесячно 12 тысяч, а оплата от населения поступает 5 тысяч. Дом в упадничном состоянии, что требуется ремонт. Но ремонт здесь не текущий, а капитальный. По данным Куйбышевской мэрии, износ двухэтажки составляет 58%, а значит сносу она не подлежит. На этой неделе в областном правительстве должны рассмотреть вопрос о включении дома номер 69 по улице Агафонова в Куйбышеве в программу капитального ремонта. При проведении работ по капитальному ремонту эти все санкомнаты будут восстановлены. То есть умывальники, унитазы, все это будет сделано. Плюс проект предусматривает устройство новой вентиляции, так как я уже сказал, что она здесь просто отсутствует. Ремонт здесь в лучшем случае начнется не раньше середины лета. Куда все это время людям ходить в туалет, где стирать и купать детей городские чиновники не объяснили. Жильцы намерены продолжать свою борьбу. Боятся, что до обещанного ремонта их дом просто не достоит. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, Новости ОТС. Это умышленные преступления, небольшое средней тяжести и имеющие заслуги перед страной. В частности, это участники боевых действий в Чечне и Афганистане, ликвидаторы последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Напомню, предыдущую широкую амнистию в нашей стране объявили в декабре 2013 года. Она была приурочена к 20-летию Конституции. От уголовной ответственности тогда освободили более 24 тысяч человек. Коммерсант открывается статьей под заголовком Министерства личных дел. В Миноборнауке планируют создать базу персональных данных 22 миллионов школьников. Она будет доступна федеральным ведомствам, а также региональным и муниципальным властям. В каждом личном деле информация о школе, времени обучения, данные об успеваемости, награды и поощрения ученика, а также информация о физическом состоянии ребенка. Кто именно будет заниматься созданием базы и сколько она будет стоить, пока не уточняют. И российская газета сообщает, в Государственной Думе предложили штрафовать людей с собачьими сердцами. Депутаты намерены узаконить наказание за публичные призывы к жестокому обращению с животными. Проект в первую очередь направлен против так называемых докхантеров. В частности, за такие правонарушения предлагают штрафовать граждан на сумму от 5 до 10 тысяч рублей. Народные избранники поясняют, речь идет о призывах в любой форме, устной, письменной. И сюда же отнесут производство показ распространения киновидеофотоматериалов печатной продукции, в которых есть пропаганда жестокого обращения с животными. К другим темам. Молотницкий район с рабочим визитом посетил министр образования Новосибирской области Сергей Нелюбов. В ходе поездки чиновник побывал в четырех учреждениях. Так, в педагогическом колледже проблемы с кровлей. По словам министра, в ближайшее время деньги на ремонт будут искать в бюджете. Еще один объект – недостроенный детский сад. В здании выявили ряд технологических проблем и определили сроки их устранения. Кроме того, в селе Зудово три года назад сгорела школа. Дети занимаются в детском саду. Мест не хватает. Министр оценил ситуацию, обсудил перспективы строительства новой школы. А также отметил положительную динамику развития образования в Болотном. Сегодня система образования Болотненского района имеет достаточно серьезный потенциал. Это действительно так. Это подтверждается и определенными результатами выпускников по итоговой аттестации. Это и участие в различных конкурсах разного уровня. Это большой плюс. Но при этом, еще раз говорю, есть потенциал, на котором нужно работать. На этом пока все. Следующий выпуск новостей ОТС 18.30. Я с вами прощаюсь до этого часа и желаю хорошего рабочего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова